Если человек стоит, курит в подъезде, и такой говорит, да Зеленский, ну шо, шо, ну... Я признаюсь честно, я когда узнал о Диме, впервые о нем услышал, я думал, что ты бандит. Слушай, Дим, одежда. Круто, что ты пришел в ней. Спасибо, что пришел в одежде. Спасибо, да. Тот выпуск не выйдет. Я считаю, что это была моя ошибка, я поддержал одного кандидата в депутат, кандидата в мэра, который стал мэром. Нет, это же не к вести, тут без политики нельзя. Фух, слава богу, так слушайте внимательно. Вы меня уж простите, не обессудьте, Михаил. Но веливый, хуёво. Я хочу сказать, благодаря плохим дорогам, цветов твоих продалось больше. Я подозреваю, что у вас модная одежда. Что-то я этих модных людей на рынке не видел. Друзья, всем привет. Мы сегодня все очень красивые по одежде. Но мы старались, потому что к нам пришел Дмитрий Талпа. Димка, привет. Свети его блестящих глаз не хотели выглядеть плохо. Дима, как тебе представить? Здесь как вам удобно. Вы же меня давно знаете. Слушай, это вы можете как хотите. Вот даже сложно. Как представить? Давай представить. Антон? Нет. Николаевский бизнесмен. Бизнесмен тебе подходит? Ну это звучит не обидно. Не обидно. Не обидно. Ну бизнесмен в том плане, что сейчас бизнесмены могут стать и блогерами, правильно? То, на что у тебя и упор сейчас. Блогер-бизнесмен? Или это просто у тебя так по ходу дела ты снимаешь то, что тебе... Так, давайте дальше. Вы меня давно знаете, развиваем тему. Ну бизнес, это первоначально то, чем ты занимаешься? Ну без бизнеса ничего не будет дальше. А вот Виталий Богомолов ничем не занимается, видосы снимает свои? Ну он вышел на такой уровень, молодец. Это немножко странно смотрелось, когда директор, генеральный директор, да, и... А сегодня выпал снег. Я так и делаю. Я узнал тебя как директор рекламного агентства «Дана». Да, это была часть моей жизни, это был мой ребеночек, которого я возрастил. И сейчас, наверное, как сказать, отдал другие руки. А он существует просто не ты? Без меня, да. Это твой первый большой бизнес? Ну, если можно назвать большим и бизнесом. Наверное, первые большие деньги я заработал в городе Скадовске. Я занимался транспортом, курировал сообщения Скадовск-Николай. Я думал, это Папахлава черчел. Свободное от работы время, я думал. Ну, чтобы время не терять, да? Я признаюсь честно, я когда узнал о Диме, впервые о нем услышал, я думал, что ты бандит. Ну, возможно, это и не исключает. Возможно, это так и есть. Ребята, как вон он? Да вы что? Реально. Я себе думал, ты тогда ездил на Лексусе, по-моему, да? У тебя Лексус был или нет? Ну, был. У него было много автомобилей. Скромный ты парень. Пока в багажнике этой машины мы в лесу не похоронили человека. Нет, и у меня было такое, типа, отношение, как будто бы, ну, типа, ты бандит. Такой, знаешь, очень позитивный бандит. Такой. Я позитивный. Очень позитивный бандит. Такой именно бандит-клоун. Не, мне, типа, импонировало. Я думал, если в Николаеве все такие бандиты, мне нравится город. Ну, вообще, мне не нравится. Вы мне сравниваете с какими-то бандитами? Мы не сравниваем, мы не утверждаем. Это мальчево. Это вообще по одежке. Нет, это когда мы еще не были. Мы даже тогда не разговаривали с тобой ни разу. Я надеюсь, ты поменял мнение обо мне. Однозначно. Ты невеселый бандит. Просто грустный бандит. После того, как мы играли в одном спектакле. Ну, то есть... Вот. Мы играли в спектакле вместе. То есть Дима вообще актер. Слушай, вот к чему вопросу. Как тебя представить, думали? Основное твое направление – это бизнес, разные сферы. Ты же все время был среди творческих людей. Ты постоянно какие-то стендапы, КВНы, спектакли. Почему тебя так манит в творчество? Ты изначально творческий чувак. Такие крутые ребята. Меня иногда зовут с собой к себе. Я с огромным удовольствием буду рядом. Обожаю гостя нашего сегодня. Спасибо, что позвали. Почему такая тяга в творчество? Занимайся бизнесом. Ну, я сейчас не сужу ничего. Просто ты в детстве же тоже... Кстати, ты говорил, что ты вел на... В телеканале Николаев, когда тебе 15 передача была, мол, 2000. Играл еще в КВН. Вот. Когда-то давным-давно в школе еще. Как ты стал бандитом после чего-то? А почему ты пошел бандиты? Вот люди посмотрят и подумают какую-то гадость. Как вам несовестно? Дима не бандит, это мы шутим. Да, и Зеленский тоже шутит. Перед началом выпуска Дима попросил сказать, что он не бандит. Он не бандит. Не, я шучу. Ну, просто почему-то... Ну, я был молод, я, ну, типа, видел, думаю, у тебя, ну, слышал, есть такой Дмитрий Тапа, у него есть бизнес. Он там ездит на машине. То есть для меня, как бы, чтобы, типа, стать бандитом, у меня небольшой список требований, как бы. Машина бизнес достаточно. Я, если в машине есть багажник и он пустой, скорее всего, человек бандит. Ты бизнесмен, много бизнесов у тебя, много дел ты, ну, было. Было, было, было много разных бизнесов. Мы в Николаеве живем, как бы мы не любили свой город, но от этого не уйдешь. Все-таки тут присутствует элемент вот криминалитета, какой-то бандитизм. Сложно ли строить бизнес в нашем городе? Мне кажется, проблема, опасность не в бандитизме в нашем городе, а власть, скорее, приходит с требованием... Это синонима. Да, наверное, вот здесь можно их так... вместе. То есть не было такого, что приходили бандиты, говорили, теперь мы тебя крешуем, зато было такое, что приходили со стороны государства... Задавали, не со стороны налоговой, но с государства приходили и, я скажу так, задавали вопрос. Реально просили деньги, чтобы ты платил? Люди, которые во власти работают? Да ты что, да? Когда такое было? В Украине? В Николаеве? Извините, эмоции. Ну, то есть было такое, да? От этого не уйдешь. Давай перечислим. Ты давно занимаешься бизнесом. То есть у тебя жилка есть это. А вот молодые парни, которые заходят, открывают на советской, там, Калифорния, там, что-то еще чего-то. Кофе-будку, допустим. Да, ну, то есть насколько это сложно, ну, какой-то сделать стартап в Николаеве, и чтобы тебя никто не трогал. И ты просто работал, платил налоги. Я просто сломался на этапе, где взять кофе, вот. Смотрите, сейчас все очень просто. Ты идешь в налоговую, регистрируешь частное предпринимательство, идешь, ну, условно, если... Идешь на условно? Идешь, условно, снимаешь помещение какое-то, или же МАФ. Предварительно спросите, чтобы были документы на него, потому что могут снести, это же... МАФ – это малый архитектурный фонд. Киоск. Да, киоск. Ну, ты снял помещение, зашел, работаешь себе, платишь налоги. То есть я спокойнее. Все гораздо проще. Никто не приходит уже? Ну, нет. Слушай, Дим, одежда. Насколько сейчас индустрия... Круто, что ты пришел в ней. Спасибо, что пришел в одежде. Тот выпуск не выйдет. Там, где ты полностью был. Зато рейтинг был бы сумасшедший. Я вам говорю, поставьте его. Раздевайся, ладно. У тебя уже мышление блогера, ты уже понимаешь, что нужно делать контент. А все мои друзья в шоу-бизнесе. Вот вы. Это шоу-бизнес. Продолжай радовать нас. Это не шоу-бизнес, потому что в шоу-бизнесе люди зарабатывают. Бизнес. Мы в шоу. То есть все мои друзья в шоу. Смотри, мы в шоу, к нам пришел бизнесмен. Шоу-бизнес у нас сейчас. Вот в этом паре. В общем, все, начал. Индустрия одежды. Ну, вы не производите одежду. Вы покупаете в одном месте и привозите в Николаев. И здесь какие-то модные люди покупают эту одежду. Насколько это выгодно? Ну, соревноваться с… Мне нравится, Женя, с таким, типа, какие-то модные люди. Какие-то модные. Ну, я подозреваю, что у вас модная одежда. Что-то я этих модных людей на рынке не видел. Опа-поп. Ну, я подскажу ко всему. Все, что мы делаем, все должно приносить нам удовольствие. И удовольствие людям. Деньги. Деньги – это второе. Без удовольствия ты не заработаешь деньги. Это мое видение. Это крана проститутки. Красавчик просто. То есть я счастливый человек, да? Получаю удовольствие и за это платят. Ну, вот хочется, чтобы человек, придя к нам, в любой продукт, который я создавал, получал максимальное удовольствие и, ну так скажем, душевно и физически кайфанул. Ну, условно тебя встретили. Как это в букетиках происходило? Как человек кайфовал? Ну, чтобы он заходит и кайфует? Смотрите. В букетике. В букетике люди приходили за эмоциями, за положительными. Они хотели потратить свои деньги на эмоцию. Это очень крутой проект, очень крутой бизнес. Ну, это не самый прибыльный бизнес. Далеко, вы понимаете. Это скоропорточный продукт. Ну, в общем, много-много вопросов в этом бизнесе есть. Вот. И, на мой взгляд, у меня получилось на тот момент, когда я работал, сделать качественный продукт, который доставлял удовольствие людям. А если вот приходили люди, говорят, мне надо восемь цветков. Ну, то есть, типа, они уходили с позитивными эмоциями. Мне надо восемь цветков. Там столько было позитивных. Не, ну, в первую очередь ты решал проблему. Без ленточек. Конечно. Шаг пришел с проблемой и ушел с решенной проблемой. Однозначно надо решать. Но не все проблемы могли поддаваться решению. Бывали такие случаи, вот случаи из жизни. Приходит женщина и говорит, то есть, нормально одета, адекватная, на вид адекватная. И говорит, мне нужно, чтобы вы вернули деньги. Я говорю, за что? Две недели назад мой мужчина за границей оплатил доставку цветов. То есть, мы подарили ей цветы, доставка была. Я говорю, они были некачественные? Нет, говорит, все было качественное, но они-то пропали. Верните деньги. Ну, я задаю вопрос, вы серьезно? Она говорит, да, верните деньги. Ну, такое бывает. Ты вернул деньги? Блин, нет, честно скажу. Реально понятно. За что возвращать деньги? Не, ну прикольно. Прикольно. То есть, типа, а может быть она исходила из законодательства, где есть две недели. 14 дней, да. Это не распространяется на тот продукт, который Дима продавал в тот момент. Абсолютно верно. Может быть она рассчитывала, чтобы ее мужчина ей подарил искусственные цветы? Да, ну мы знаем, есть категория девушек, которая работает вот в брачных агентствах, общается с иностранцами, получает оттуда подарки, в эквиваленте подарка, а тут обменивает его просто на деньги. Да, я сталкивался тоже с этим. Серьезно? Очень много таких девушек. Ребят, я могу вам рассказать еще историю. Давай. Доставляем возле Макдональдса, курьер доставляет цветы, девушка не выйдя, я не знаю, скорее всего это банк был, не выходя из своего помещения, говорит, мне цветы не подходят, верните мне деньги. То есть есть мужчина, который оплатил опять же за границы цветы, мы говорим, что возврата нет, хотите, приходите, забирайте цветы. В общем, она поднимала такой, прям бурю подняла в инстаграме, в фейсбуке, писала во все возможные группы. Не, ну это глупо, с ее стороны это глупо. Я объясняю, мы не занимаемся обналом, там, услуги на деньги, это не к нам. Насколько можно по тебе судить в соцсетях, ты очень сильно переживаешь за город, какие-то проблемы социальные поднимаешь. Обожаю твои посты про Харьков. Ну, да. Про что? Про Харьков. Про Харьков. В тебе сидит вот этот вот человек, который хочет помочь или ты просто… Это ради корысти. Да, для чего ты поднимаешь эти вопросы? Гениальный ведущий просто. Хорошо. Один пытается подобрать максимально слова, чтобы не обидеть второго, или ради корысти. Попытаюсь ответить. Я часто путешествую, езжу. Да, далеко даже ходить не надо, Одесса и мы. Смотрю, вот на Новый год были, 1 января были в Одессе. После Одессы поехали в Италию, были в Риме. Одесса. Весь город украшен. Все маленькие предприниматели, магазинчики, фасады украсили, подсветили гирлянды. Сами, сами. Да, это так круто, ребята. Это так красиво. И возле каждого магазинчика хочется сфоткать. Я сейчас говорю за Одессу. Европа, это вообще там просто сказочно, красиво. На Новый год было прям безумно круто. Но Запад же загнивает. Без нас. А он с той стороны, которая от нас подальше начинает. Да, с головы в нее. Чему веду? Я считаю, что надо подавать пример с себя. Я сделал, на Новый год мы сделали красивый фасад, украсили его. Сейчас украсили по-новому фасад. Это стоит денег. Но это же эмоции. Я согласен. Слушай, ну... Можно я продолжу то, что ты начал? Но все-таки политическая какая-то сфера, это вот часть твоей жизни. Мы помним, я могу ошибаться, ты баллотировался в мэры? Ни разу. Не баллотировался, но ты принимал активное участие в выборах мэры. Кого? Не того, не нынешнего. Того, в кем я ошибся. Поменял ли ты мнение? Здесь будет надпись. Поменял ли ты мнение? Я считаю, что это была моя ошибка. Я поддержал одного кандидата в мэры, который стал мэром. Какие там буквы есть? Ты поддержал, наоборот? С, Е есть. Сергей Евгеньевич? Типа такого. Почему ошибся? Ну, мы сейчас политики, но мне кажется, что то, что мы... Нам ради просмотров. Мы тоже не к вести, тут без политики нельзя. Фух, слава богу, так слушайте внимательно. Да. Ну, обещали нам одно, а сделали. Делается... Давай не так. Выборочная система власти, нет правил игры. То есть, тебе можно, тебе нельзя. Ну, и так далее. Почему мне не нравится? Понял? Тебе можно, тебе нельзя. Спасибо. Супер, мне все равно. Как ходовая? Ничего не меняется. Think about it. Мы меняем машины периодически и тратим деньги на... Я когда-то... Ну, к чему расскажем, да? Я когда-то запустил акцию, Синкевич, твое бездействие ломает мою ходовую. А до этого была акция, в которой я принимал участие. Твое бездействие... Купи три розы, получи пять. В общем, хотелось, чтобы как-то подстегнуть власть, чтобы они... Обратили внимание. Ну, на самом деле разбежалось же это по футболу. Слушай, но я хочу сказать, благодаря плохим дорогам, ну, цветов твоих продалось больше. Ты ужасный человек. Слушайте, благодаря плохим дорогам я выиграл один раз даже суд. Я разбил два колеса в автомобиле и выиграл суд. Мне возместили 26, по-моему, тысяч гривен. А сколько это длилось? Год. Год и месяц. И сколько ты денег потерял? Все деньги, которые я потерял, все возместили. А, возместили. Ну, суд все возместил. А деньги остальные я отдал. Мы вместе с ребятами построили, отремонтировали в детской городской больнице в областной палату. Красавчик. Красавчик, круто. Это классно. Это нормально говорить о каком-то политике, судить о нем по действию или наоборот по бездействию. Что бы сделал ты в городе? Ты можешь пойти в политику? Я не исключаю такую возможность. Ну, давайте пофантазируем, да? Я, наверное, бы собрал всех предпринимателей и спросил, кто что может делать. И услышал бы ихние идеи. Ну, допустим, ты делаешь... Что бы ты хотел делать? Ты не хотел бы, Саша. Ты бы чем-то хотел заниматься? Я даже вижу. Толпу пришла поддержать толпа. Вот. Я бы хотел заниматься. Я бы хотел заниматься. И дал бы возможность работать вам предпринимателям, нам предпринимателям, дал бы возможность. Ты уже мэр, ты не предприниматель. Ты говоришь делать бизнес или облагораживать город? Что? Так, я вот-вот к чему веду, что ты предприниматель, ты предприниматель, ты бы делал бизнес. Так. Вместе с властью и вместе бы облагораживали город. А мне сейчас кажется, бизнес властью делает бизнес. Но если бы вы воровали, то, простите, вы бы сидели в тюрьме. Я бы немного воровал. Ну, ты бы немного и сидел. В первую очередь я бы пускал деньги, если они нужны. Если не с чего украсть, конечно, воровать не буду. Ну, то есть все в первую очередь на нужный. Если осталось чуть, можно взять. Ну да, чтобы не пропало, да? Нет, ну чтобы другой не украл. Короче, по-честному я бы работал. В первую очередь по-честному. Вот и я зато. Любой бизнес работает, если работаешь по-честному. Но он будет качественно работать. Слушай, ну смотри. Раз мы затронули такие душевные политические темы. Я велик купил себе, поскольку. Поздравляю. Сам подкидывается в эти полени. Нет, но... Делимся радостью. Обычно, когда мы говорим о политике, всегда есть какое-то имя нарицательное. Ну то есть и всегда обвиняют условно одного человека. Правильно же? Да, ну есть. Да, да, да. Проблема ли здесь конкретно в одном человеке? Или это же системная история? Ну то есть давление, прочие там разные факторы. Ну вот я насколько понимаю в политике, так и говорю. Ну мне кажется, там... У каждого есть своя команда. Вся система наша сгнила. Вот сгнила, сгнила. Что делать? Что с этим делать? Не выбирать, не ходить на... Ну я сейчас, чтобы призывать вас, давайте все поменяем. Ну нет, ну возможно мы что-то сейчас родим. Начинать с себя, прежде всего. Ну вот давайте начнем с того, что... Вот есть... У меня маленький бизнес, да? Я там возле себя подмел, сделал красивый фасад, подсветил его, сделал внутри красиво. Люди, которые ко мне заходят, я угощаю их кофе. Ну вот как-то с душой располагаю. У меня, кстати, недалеко от твоего магазина вели, украли. А если бы возле меня был бы, то... Не украли бы, потому что облагородил. Да. Человек бы зашел кофейку, выпил, говорит... Так вот. Да ладно. Вырезали паузу? Вырезали, да. Возвращаясь к тому, что каждый должен начинать себя что-то делать. Вот опять же, это наше... И хотел сказать украинское, наверное, это славянское наше. Ждать, что придет какой-то дядька и сделает все вместо нас. Мы верим, что придет Дед Мороз, подарит всем подарки. Придет еще, мы выберем президента, жизнь станет круче. Но при этом вот я называю у нас демократию, ленивая демократия. Мы выполняем свои функции раз в пять лет. Мы пришли, проголосовали и все. Делайте вместо нас все остальное. Мы как бы все же сделали. Мы выбрали тебя. Ну, типа особо-таки ничего не делаешь. Ты молодец. Я делаю в рамках своей компетенции. Ну, смотрите, можно я перебью? Да, конечно. Я социально активный. Я делал мероприятие возле подъезда. Каждый год подряд. Три года подряд я делаю на колоде ЗН-6 мероприятия. Звоню Мише, говорю, нужен ведущий. Денег не заплатим. Поможешь? Поможешь. Но социально активный. То есть я что-то делаю, вы помогаете. Съешь... Ведущий на мероприятиях и свадьбах. Михаил Рябаконь! Спасибо. Нормально же? Нормально. Мы только это оставим. Правильно, правильно. Мотал вам Михаила Рябаконь! Классно. Я кофе там выпил бесплатно. Кстати, классное было мероприятие. Я бы хотел тоже об этом поговорить. Ну, то есть мероприятие, насколько я колодезная... Шесть. Каждый год. Это уже как концепция колодезная шесть. Это у меня во дворе практически. Вот. Очень классно, что было, во-первых, очень много людей. Я как очевидец мероприятия скажу. И был классный показательный момент, что люди вели себя вежливо. Не было хамства. Это было публичное мероприятие, где никто не... Ну, по крайней мере, я не встречался с примерами хамства. То есть все было бесплатно. Миша, вы плохой ведущий. Все было... Вы меня уж простите. Простите, но вы... Не обессудьте, Михаил. Но вели вы хуёво. Но ваши речи из вашего рта... Ну, не надо... Не надо... Так вот, несмотря на то, что все было бесплатно, были очереди. Люди вели себя цивилизованно. И был показательный момент, когда стоит кофейная будка, подходит к ней бомж. Ну, я как бы быстро идентифицировал, что это бомж. У него что-то текло по лицу. Тут была большая рана. И он был в пиджаке. Это не Рэмбо? Вот. Возможно, даже в этом. Он бы побитую порноактрису тоже за бомжа принял. Что-то течет по лицу, а рана. И он говорит... Он подходит к девочке, которая варит кофе, говорит... Миледи. Пожалуйста. Хотел бы узнать, какую цену ваши кофейные напитки. Она говорит бесплатно. Мне тогда американо с молоком. Красавчик. Слушайте, а вы заметили, что... Уровень. Да. Что все вот алкоголики или бомжи, они такие интеллигентные очень. Ты пей, пей. Они заходят в отдел, там, где алкоголь продается, и подходят. Скажите, а вот это у вас вино из Умруд, которое 14 гривен, есть? Продавщица говорит, нету. Она такая, а скажите, а было, будьте любезны? Интеллигенция. Ну, красиво же. Интеллигенция. Потомок Пушкина что-нибудь пить не будет. Это реально? Интересно, кстати. А почему? Почему вот они так говорят? Ну, почему не хамят? Я думаю, что у них работает вот эта штучка. Я и так, знаешь, социальный изгой. Я буду стараться максимально вести себя вежливо. Да, я нормальный чувак. Ну, вот это как-то так. А я еще подумал, что это из-за того, что люди, которые бухают, они творческие. Обычно творческие люди бухают. Как ты? И просто очень творческие люди очень много бухают. Ну, настолько много бухают, что на творчество не остается время, и они в основном бухают. Им нужна самореализация вот это, знаешь? Это неправда. Нет, я даже не знал, что это неправда. Творческие люди не бухают. Ну, ладно. За вас. Оставишь. Творческие. Ну, это уже на протяжении ты скольких лет? Почему тебе такая пришла идея? Три года подряд. Три года подряд? Где? Я вам уже скажу. Я жил когда-то в пятиэтажке на Мира 5, и у меня день рождения 14 января. И где-то вот числа 5 января соседи говорили, Димочка, табуретки, если надо. А мне даже стыдно было в глаза им смотреть после дня рождения. Потому что, ну, представляете, 20 человек, и гитара была, и в подъезде мы песни пели. И хоть бы кто сделал замечание. Страшно жить. Наркомания была моднее, чем что-либо, чем спорт. И очень страшное время. Мать с отцом, мать все время уделяла мне время, внимание, воспитывала меня с младшей сестрой. Сейчас, извини, наркомания была моднее, чем джинсы, знаешь? Во двор выходишь, говоришь, я себе джинсы новые купил, второй тебе говорит, это что? Я вон, смотри, и все такие, бля, модник, модник. А у меня жгут, но красивый. Все, извини. Ну ничего, это серьезные вещи с улыбкой. Вот, ну, слава богу, бог миловал. Но ты занимаешься бизнесом, не бизнесом, а вот это, как это называется, коммерческая жилка в тебе проявилась с детства? В 13 лет. Насколько я тебя знаю. Первый мой бизнес был, я продавал пакеты на рынке Колос. И клей. Клей не продавал. Клей отдельно. Это первый такой. Пакеты. У тебя был киоск? Нет, да какой киоск? Сам носишь. Потом в 14-15 лет продавал крабовые палочки, куру красную, продукты питания. Родители познакомились с женщиной, которая занималась, привозила это все. В общем, мало. Нет, это интересно. Это от голожопи от нашего. Если бы у нас все было так, как нам хотелось, то, наверное... Насколько я понимаю, опять же, твое детство припало на 90-е. На самую такую вот... Когда распался союз, и вот началось безденежье, без... Да, без ничего все жили. Дефицит по всем фронтам. И ты решил его... Сашке вот в тот момент слов не было, настолько бедно жили. Так все было просто. Хочу компьютер. Книг не было. Хочешь компьютер, иди заработай. Мотивация была простая. Хочешь, иди заработай. Ну, а как? Помогите. Помогли. Ну, то есть родители, конечно, помогли. Первая тарелка с супом – это родительская заслуга. Ну, я не такой уж гений, что на все пришло. Да, ну, помогли. Вот ты когда попонял так, типа, ну, бабосики есть, более-менее. Вот как ты сублимировал? На что ты тратил? Тут же они закончились. Ну, да, на что ты потратил такой вот? Первые мои большие деньги, я говорил, заработал в Скадовске, и вложил их в манишки. Это, так скажем, первый шаг в рекламное агентство Дана. Я пошил форму, это самое первое, что я сделал. И вот так вот потихонечку пошла работа. Тебе надоедало одно дело, ты переходил к другому, или что? Первое, ну, такое, которое уже все знают, да, рекламное агентство Дана. Я не прокрабываю палочки. Ну, окей. Так получилось, что я был оператором наружной рекламы в городе, и, ну, так скажем, городу не нужна наружная реклама. Ну, опять же, рынок, на мой взгляд, рынок не совсем честный. У нас было три игрока, два из них осталось, я ушел. И вот в этот момент, ну, нужен был дополнительный заработок. Я уже привык жить вот как я хочу, и пришла идея с букетиками. Это не моя идея, а идея матери моей, я ее поддержал. Ну, вот, и пошло, пошло, пошло. Но ты стал лицом цветов в Николаеве, фактически. Цветочный барон. Знаешь, было классно, когда даже на тебя начали делать, ну, пародия, не знаю, как в этом бизнесе. Мемов полно было. Когда другие магазины цветочные начали тебя кальку, как подобрать вот это слово? Я тебе подарю книгу. Спасибо. Любую причем, да? Со словами. Главное, будут слова. Со словами. Если их объединять, получится предложение. Это бомба. Использовали твои лого в названиях, шрифты. Да, да, есть такое. Ты настолько раскрутил букетики, что любая, вот, похожий магазин цветов... Заходила на уровень. Да, 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 вот. Классный бизнес. Это бизнес, который приносил эмоции и улыбки. Ну, опять же, тебе надоедало, и ты переходил к следующей истории? Или ты просто, ты, о, все, это без меня работает, я оставлю этот бизнес родителям и займусь следующим каким-то. Ну, примерно так. Это без меня работает, и я себе пошел дальше. Я отработал, заработал, пошел дальше развиваться. Круто. А у тебя есть доля компании? На сегодня у меня никаких долей нет. Это все, это, этим занимаются мои родители, и у нас разные кошельки. Вот так. Это не грустная история. Не, мы не грустные. То есть у меня всегда есть, ну, как стимул, у меня маленький ребенок, молодая жена, и я хочу развиваться. Почему сейчас занимаешься одеждой? Потому что ты всегда выбираешь бизнес по душе. По душе. Что тебе интересно? Ты любишь, что, стильно одеваться или... Вот, фэшн индустрия, это, знаете, как, ты всегда можешь позволить, ну, всегда жалко на путешествия деньги. Ну, вот, лично мне. Мне кажется, это неправильно сказал, не то чтобы жалко, ну, вот, сложно их выделить на путешествия. Не в приоритете они всегда. Абсолютно верно. Ну, да, что-то там, что-то нужно купить. Лучше куплю, там, апельсин. Условно, да. А тут я могу себе сказать, значит, едем в Италию, поехали в Италию, ну, вроде как по работе. Ну, понимаете, да, такая хитрость, вроде как и по работе. То есть, я поеду за Тарию с шмотками в Италию. Плюс это поездка, это путешествие и плюс это работа. Да, да, примерно так. Ну, окей, насколько это приносит деньги? Ну, каких-то денег приносит. У нас сейчас все в раскрутке, то есть, еще нельзя вытаскивать. Ну, у вас брендовая одежда? Да, есть бренды, есть и украинские дизайнеры, и бренды. Просто насколько, я не помню, где я смотрел, я просто подписан на Анну Седокову. Знаете, кто такой? Блин, Граставчик. Бывший из Виагры. На нее, ну, в основном, педики подписывают. Ну, ну. Трое детей. С велосипедами. Короче. Заро. Я просто тоже на нее подписан. И она где-то рассказывает. Да, у нее своя линия одежды, и она рассказывала, что очень сложно бороться с брендами средними, такими как Бершка, Зара, которые доступны практически для всех, потому что они... Массмар. Да, да, массовая одежда, которая популярна, и все и носят. То есть, если свой бренд делать, то надо постоянно... Это, наверное, как цветы. Что-то выходит из моды, надо быстрее это все продать, пока она не вышла из моды. Это надо делать дешевле. То есть, насколько это все сложно, продавать одежду? Ну, нам сложнее, потому что и с Бершкой, и с Зарой мы сотрудничаем. А, да. Поэтому, да, у нас такой средний... Ну, для среднего класса рассчитан магазин. То есть, в принципе, любой человек, любая девушка может прийти по карману, по своему карману. Для пациков... Одеться... А для пациков у нас есть духи. Для пациков есть аккаунт Инстаграма Анна Седакова. Для пациков есть Колос. Каждый попытался пошутить, дальше с ним шат гостя, да. Но, опять-таки, вот, кстати, по поводу Николаева, я согласен, что магазинов одежды... Вот их стало больше, это хорошее показатель, потому что раньше, вот, одеться можно было пойти на рынок, и там достаточно хреновые условия, когда ты стоишь на такой картонке, да, стоишь на картонке, когда женщина говорит, что у нее есть сын, который носит то же самое, возможно, даже я, да. А женщина рядом орет, не закрывайте мою витрину! Мне кажется, вот эта женщина... Люта, посмотри, я пойду, посмотрю, и 45-й сделаю. Это несостоявшийся стилист. Вот она, вот она разбирается во все. Особенно, когда говорит, вот у меня все берут, все. Все берут, все мать. Я уверен, что вот эти женщины, они попадают все в ад, и они работают там, потому что у них какая-то палка есть, которая как трезубец, которую они так с последней вешалки снимают, да. Вот они просто... А я так работал когда-то, кстати, помогал родителям. Ты продавал так одежду на рынке? Да, 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 было такое. Очень сложная работа, особенно зимой. Ну, да. Мы там шутим-шутим, да, ну... Да, я представляю, это действительно сложная работа. Мы... Ну, я сейчас не стебусь, они выживают, каждому выживают как можно. Да, конечно, это хорошее. Ребята, им настолько стало сложно, потому что все уходят в магазинчики, в какие-то киоски, да, в интернет забирают, уверен, что много продаж. Кстати, да, вот-вот, насколько сейчас интернет помогает людям сэкономить бабосиков. Сэкономить бабосиков, даже если ты, допустим, сидишь в декрете или у тебя там есть какое-то время свободное, ты что-то себе придумал, оп, ты выставил в Инстаграм, ты что-то продаешь. Это тоже круто. Это очень круто работает, потому что шоурумы открыли благодаря нашим Инстаграмам с Настей. Настя – это моя супруга. Я не практически... Еще один подкаблучник. Практически не пользовался наружной рекламой, разместил рекламу на транспорте только, и основные продажи пошли по Инстаграмам нашим. Мы со своих личных аккаунтов сделали рекламу. Благо, есть бренд, который я развивал все это время, и узнаваемость и доверие у людей есть. Есть в Николаеве какой-то комьюнити бизнесменов, которые собираются раз в месяц, делятся опытом? Мреди. Ты тоже мреди? Я не мреди. Ты просто дей. Я просто беру по-своему, ребята молодцы, крутятся. Можем ли мы зафиксировать, что ты сказал? Так зафиксировали. Мы, как профессиональные интервьюеры, хотим тебя спросить, какая у тебя мечта? Мечта. Я так хочу. Научиться петь. Я хочу остаться жить в Николаеве. Уважаю тебя за это. Но поеду в Италию. Я буду ездить в Италию, буду ездить в разные города, в разные страны. Но я всегда возвращаюсь в Николаев. Но я хочу, чтобы в Николаеве мне было комфортно жить. И не только мне, и всем нам Николаевам. Давай, три пункта, что должно улучшиться в Николаеве, чтобы тебе вообще никогда не хотелось уезжать. Давай. Хорошие дороги. Чтобы ты в Фейсбуке не писал ничего. Плохой интернет. Итак. Мне бы очень хотелось хорошие дороги. Это первый, номер один. Номер один. Освещение в городе мне бы очень хотелось. Такого глобального. Ну и коммуникации, чтобы у нас были все. Нормально работали. Отопление, вода. Еще один пункт. Еще один пункт. Мало, да. И мне бы очень хотелось, чтобы наши люди были чуть-чуть подобрее. Они будут добрее только тогда, когда у нас все будет хорошо. Понимаете, да? Не надо будет думать о том, что покушать, как от собак спрятаться. Мы, к сожалению, злые-то мы почему-то. Потому что мы думаем о том, где денег взять. Да, да. Ну, вот мне очень хочется, чтобы… Я подумал, было бы охрененно, представляете, если бы в Николаеве сценарий сработал, как в фильме «Планета обезьян». Ну, то есть, типа, реально, ну, короче, какой-то апокалипсис, да, и человечество борется с собакой. Ого. И я прям вижу такую овчарку, которая едет на лошади. И такая говорит, вы, николаевцы, мы вас отсюда выселим. И мы обращаемся в Северную Корею за помощью. Так. Они присылают сюда своих юнитов или юнитов. Юнитов. И начинают освобождать город от собак. И открываются рестораны. Краска не высохла еще. Классно сказал, что хочешь остаться в Николаеве. Я тоже замечаю в последнее время все больше и больше людей, талантливых людей, которые могли бы что-то сделать хорошего, полезного, уезжают, разочаровываются, не видят перспективы, уезжают. Я для себя когда-то принял, не знаю, миссию свою. Я хочу остаться в Николаеве для того, чтобы попытаться сделать этот город лучше в тех силах, которые позволенном нет. Так понимаешь, в чем прикол? Вот из-за того, что такие люди как ты остаются, а не такие люди, которые талантливые, уезжают. Когда ты уедешь. Я буду бороться с тобой до последнего, пока ты не уедешь. Это очень позитивно, что есть все-таки люди, которые видят в себе миссию остаться сделать, что-то наладить. Если все уедут, тогда смысл вообще что-то делать. Смысл жить, если не видишь перспективы. Почему это плохо, если люди уезжают? А если все уедут, Николаева не будет тогда. Все не уедут. Николай в другом месте. Почему? Каждый примет такую себе позицию. Мне надоело тут все, я разочаровался во всем. Там лучше, я уехал. И все, все уехали, нет Николаева, никто не живет. Это вопрос ответственности. То есть очень часто рассуждены все эти темы. То есть в Николаеве все очень плохо, там то происходит, все происходит. Это вопрос ответственности. Мы делегируем ответственность на каких-то властей, на каких-то... Обвиняем каких-то плохих людей. И фишка в том, что люди такие, здесь все хреново, я типа уезжаю. И таким образом процент людей, которые адекватные, их становится меньше, дебилов становится больше. А почему вы думаете, что если человек уезжает куда-то, то он говорит, что здесь все плохо? Нет, мы не говорим, что это плохо для города, из которого он уехал. И мы здесь слишком хорошо, он такой, я не готов. Нет, здесь просто нет того, чем он занимается, и он хочет расти. Он поехал, что в чем-то плохого. Для человека это классно, для города это плохо. Так всегда было, так всегда было. Люди уезжают из деревни в город, люди уезжают из Николаева в столицу. Они еще где им потеплее, как вороны. Хочется, чтобы здесь было настолько тепло, чтобы люди из Беларуси даже приезжали в Николай. Смотри, парниковый эффект с каждым годом все сильнее и сильнее. Скоро будет так, тут будет очень тепло. Я только за, чтобы Николаев процветал. И опять же, ты Николаевский. Ты родился в Николаеве, правильно? Ты все детство провел в Николаеве. Просто мы втроем приезжие. Женька приехал вообще далеко. С Беларуси. С Беларуси, да. Мы с Мишкой 30 километров. Мы пришли из Галлициновки, да. И у меня просто связь с Николаевым сильная. Я переехал в город жить, будучи 17-летним парнем. Купил стартовый пакет Ace of Base. Это была очень хорошая связь. Две секунды бесплатно. Я не пользовался двумя секундами. Ну ладно. Все мы пользовались. Но только во время секса. Ну давайте, давайте, давайте. Развлекательное шоу. Нет, вот я думаю, поэтому Жене позиция такая. Ты однажды переехал, правильно? Ты бросил свой, ну не бросил. Ты уехал из города, в котором родился. И ты видишь в этом нормально. Да. И я, кстати, также переживаю за город Минск, как и за Николая. Смотри, ты уехал, и как развился город, хорошо? Он до этого был крутой. Ну а стал еще лучше. Смотри, а ты туда ни разу не приезжал, какой классный город Минск. В этом что-то есть. А ты был. Я был там, да. А, так ты, возможно, прогрессивный. Я два раза был. Прикольно. Понравилось? Понравилось. Очень красивый город Минск. Он очень просторный. Что бы ты хотел, чтобы с Минска было в Николаеве? Батька. Батька, да. Не хватает, да? Нам не хватает страха. Саша, по Ялтам, когда вечером идешь, там страха просто. Надо просто размазать по городу. В Минске порядок у людей в головах настолько глубоко сидит, кто не выбросит окуром. Он вызван страхом. Он вызван же тем, что ты будешь наказан, если ты сделаешь что-то неправильно. Все-таки страх? Нет, ты можешь бросить там бутылку на улице, разбить окурок. Тебе за это ничего не будет. Просто я не знаю. Смотрите, я убедился в том, что скорее всего вот эти все парадигмы порядка, они выстраивались на страхе. Я убежден. Потому что если откатываться куда-то в далекое прошлое каких-то государств, например, история со штрафами в Штатах. Ну там же вообще жесть какая была. Там прям садили людей в тюрьмы. Там чуть ли не до смертной казни доходило. И потом одно поколение жило в этом страхе. Второе, третье, четвертое. Потом херак и убрали все эти законы. Ну там типа, благодаря которым казнили. А люди уже на генетическом уровне не нарушают законы, потому что почему-то это так принято. У нас не сработает эта история просто потому, что это нормально. У нас вот я в букетиках постоянно покупал пластиковое ведро для мусора. Ну и ложил. И вот раз там две-три недели его воровали. И я в первые разы нервничал. А потом подумал, господи, если я могу осчастливить этого человека. Но он уже как за зарплатой приходит. Он знает, что все равно новое ведро будет. Возможно это Геннадий Ветров делает. Делает серьезный ветер. Геннадий Ветров. И такой же шикарный каламбур, как и Геннадий Ветров. Только что был. У меня же были всякие приколы. Я боюсь, точнее не боюсь, а я купил коврик для того, чтобы положить в подъезде. Не в тамбуре, а в подъезде. И я понимаю, что его украдут. Но вот в Николаеве я сейчас говорю. Вот настолько. И почему я говорю о том, что потому что наркоманы захватят. Несмотря на то, что есть кодовый подъезд. Там шприцы лежат. Я понимаю, что его украдут. Знаете, обидно, если это сосед вообще сделает. Очень обидно. Это просто жизнь пошла мимо. Это то, что я говорил. Надо знакомиться с соседями. У меня такой страх. Я купил плазму. Хотел ее постелить в подъезде. Но реально я боюсь, что украдут. У меня есть сосед. И нормальный парень. Я его прошу не курить в подъезде. А он мне говорит, Дима, ну построи мне какое-нибудь помещение, чтобы я курил в подъезде. Вытяжку сделать. Я говорю, ну это неправильно. Дай мне бонг, в конце концов. А то я через бутылку. Кури. Он говорит, а где мне курить? Сейчас тут появится ссылка на телеграм-канал. Кури в подъезде. А он говорит, я буду курить здесь, потому что я здесь живу. Я говорю, ну ты куришь, мы все дышим. Да, да, да. Я не знаю, как бороться. Вот вроде как физические замечания делать неправильно. Люди, которые заходят в лифт, курят. А ты боишься, что если ты вернешься к прошлому, ну к своему, то типа потом нет. Да нет, но путь силы это тоже сейчас неправильный путь. Всегда есть кто-то сильнее. То есть все должно от нас исходить. В первую очередь. Каждый из нас президент. Если человек стоит, курит в подъезде и такой говорит, да, Зеленский, ну шо? Ну блин. Ты очень классно показываешь человека в подъезде, который говорит про Зеленский. Это я так. Есть классная фраза, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Да, да, да. В Николае да, но я седым и старым. Ты не станешь. Седым не станешь точно. Седым не станешь. Ты, наверное, уже привык, что типа лысый. Да уже как-то перестали шутить. Блестит. Не, мы постоянно шутим. Ну когда тебя нет, понятно. Мы всегда на стендапы, ты помнишь, когда ты приходишь, мы всегда стендап начинаем, ой, а что это там так сильно блестит? А я всегда бреюсь, что блестел. Знаешь, вот так вот. Давай, давай, прическа отдельная будет, тема разговора. О ней мы сейчас и поговорим. Да, конечно. Потому что люди тебя позиционируют именно как вот этот невысокий лысый чувак, который висит в лифте либо в маршрутке. Лысый из брата. Как давно ты начал носить эту прическу? Мне было 27 лет и я стал носить эту прическу. А как правильно говорить, что прическу носят, она на голове у тебя базируется. Как это? Ну, прическу носят. Ну, в моем случае, наверное, не носят. Тут не носят. Не носят. Наоборот, я перестал носить прически с 27 лет и стал блестящим человеком. Не так это и давно случилось. Не так уж и давно. Ну, ну. Слушай, как у тебя была такая штука типа, блин, ну вот все, ну вот я лисею условно, буду теперь ходить лысым парень. Я переживал минут 15, не знал, как побороюсь эту депрессию. А потом подбрился. Ну тебе нормально, тебе идет, кстати. Спасибо, но самое страшное было, когда только побрился, вот здесь было бледное пятно, ну вот. Надо было загореть, да. Да, и я поехал загорать. А скажи, вы брились на лысо когда-нибудь? Нет. Да, я обрился на лысо в девятом классе. А вот прям под ноль, под ноль? Да, ну было типа модно, знаешь, мы там с одноклассником пошли в парикмахерскую и прям под ноль, типа ну знаешь, пацаны. А бритвой сверху шел еще? А я просто еще сверху бритвой проходился. Насколько это офигенное чувство вот кожу свою потрогать под волосами, которая всю жизнь скрывается. Да, она такая, знаете, ну вот даже нет таких ощущений, с чем сравнить, вот прям. Саша до сих пор любит свою кожу. Да. И плоть. В одном месте просто затерлось, еще другие места, где приятно. Пока под коленкой балуюсь. Какую вам интересную тему затронули. Прически. Блин, спасибо, что позвали. Тебе третий брак. Да. Третий брак. Третий брак. Третий брак. Нет, третий как раз удачный. Третий брак. Ты достаточно молод. И я счастлив сегодня. Было два брака и третий вот удачный. Да, да, да. Было все. Сколько вообще должно быть браков, чтобы нормально было? У меня уже был один. Все, ты успокоился. Один брак должен быть, но если не получилось, то на третий раз точно должно быть. Такое слово, такое слово, кстати, брак. Брак. Вот я же об этом каланбурю. А смотрите как. Вот я анализировал жизнь и я очень долго подходил, очень быстро подходил к моменту, что надо жениться. А вот когда надо разводиться, ты вот все время ходишь с этой мыслью. Вот это самый такой сложный момент. Это когда ты такой, сука, 7 лет жалко, а потом такой, 8 лет жалко. Да? Ну, с юмором отнесись к этим словам. У тебя все браки, предыдущие я имею в виду, это был скандал или это нормально все? Настя, перестань, уже тут смотреть Настя не будет. Давайте поаплодируем те, у кого был хотя бы один брак. Да, вообще, люди, держитесь. Я за семью скажу. Хлопай, ну, по плоти. У тебя все впереди. Надо иметь один брак, я за семью. Мы можем об этом поговорить? Конечно. Говорят, что второй брак самый крепкий всегда. Ты свидетельствует того, что это не правда. Знаете, я когда развелся первый раз и… Что первое, что ты сказал? Да, слушайте, мне начали звонить мои друзья и знакомые. Говорят, Дим, посоветую, у тебя такой опыт. Я говорю, друзья, что я могу посоветовать? Я разведенный человек на тот момент. Хорошего я не посоветую. Если бы я знал рецепт, я бы был в браке. Вот на сегодня я могу посоветовать. Я счастливый человек, у меня есть любимая жена, любимый ребенок. Могу давать советы. Согласен, что ты уже подстраиваешься под свою жену. Больше. Ты понимаешь… Наверное, где-то можно закрыть глаза. Да-да-да, я про это говорю. Подстраиваешься, это же… Семья – это труд. Труд ее… Однозначно. Мой. По-другому не получилось бы, если бы только я шел на уступки или супруга моя. Мы идем вдвоем друг к дружке. Если кто-то из нас отвернется в другую сторону, брака не будет. Это как огонь, который надо все время поддерживать. Раздувать. У вас, кстати, насколько я знаю, у тебя молодая жена, правильно, младший сын? Да, дома ждет молодая жена. У тебя тоже, Женька, молодая жена. У вас много общего. Сколько разница у тебя с женой? 14… Я не хотел задавать сложный вопрос. 43 килограмма. 14. Она худенькая, да, ты здоровый. 14 или 13, что-то такое. Классный. А у тебя? У меня 15 или 16, что-то такое. 15 ее. Ну, приблизительно. Насте сейчас 20 лет? Абсолютно верно. То есть, когда у тебя была первая охотка, получается, она только родила. Это азюмор засчитан. Это шумно. Это смешно. У меня в инстеграме написано так, что я когда окончил школу, родилась моя супруга. Да, ну вот у меня приблизительно такая же история. Меня иногда парит взаимоотношения из-за возраста. А я не парюсь. Ну, я еще не в том возрасте, чтобы перестать париться. Да-да-да. Я вообще не... Ну, то есть, были подколки со стороны друзей, я помню, когда я только начал встречаться. Но потом я понял, да мне вообще по барабану. Если мне... Если ты счастлив, правда же? Если я счастлив, мне вообще абсолютно без разницы. Я сформулировался так, что каждый уважающийся человек должен хотя бы один раз в жизни развестись. Нет-нет-нет. Это утрированная фраза. Жениться. Не, я... А, вот или так. Короче, штука здесь утрированная. Тут мысль заключается в том, что должны быть какие-то длительные отношения, которые закончились. И благодаря этим отношениям ты обретаешь какой-то опыт, который тебе позволяет быть лучше в дальнейшем. Очень сложно. Мне кажется, надо жить так, чтобы тебя тянуло домой. Вот если есть человек рядом с тобой и тебе хочется домой, ты говоришь, ну, для себя там, себе в уме, что надо идти домой, хочется домой. Вот тогда ты счастлив. Да-да-да. То есть раньше тебе не хотелось домой? Ну, были моменты в моей жизни. Но если я понимал, что мне не хочется домой, я пытался все перестроить. Ну, я такой реформатор. Я вот возвращаюсь к тому, что ты говоришь. Каждому свое. Кто-то находит любовь с первого класса, живет всю жизнь и счастлив. Кто-то может всю жизнь разводиться и найдет кого-то в 70 лет и будет счастлив. Да, это безусловно утрированная фраза. Она не претендует на мудрость. Димка, очень интересно с тобой общаться. Ты очень такой разносторонний, развитый парень. И бизнес, и семьянин, и бандит. И бандит. Ну, блин, ребята, я вас... Браз юморист. Ну, все. Только реально, если Дима к старому вернется. Опять монарх сгорит. Ну, надо только одно, что хотя бы мы сидим не так близко. Да, да. Первый нож полетит в Мишу. Да, я всегда стараюсь. А я думаю, сейчас вы представляете, как было бы круто, если ты приехал к Мишке Леща. Бах! Давай на этом и закончим. Дай Леща. Тебе вообще было комфортно сидеть? На этом стуле вашей компании. Безусловно. Мы так классно разогнали, и ты вот этим сидим каламбуром все... В смысле? Самыми дешевыми каламбурами. Самыми дешевыми. Совести нет. Димка, пожелай что-то кому-то из наших зрителей, кто смотрит. Вот, что именно пожелай. Ты целеустремленный человек. Зная тебя долгое время, ты добиваешься успеха преимущественно всегда в том, чем ты занимаешься. Пожелай, как вот всегда оставаться в таком позитиве, искать себе энергию, двигаться дальше. Как не опускать руки на полпути. Добиваться успеха. Много бизнесов, которые наверняка не получились у тебя. Их гораздо больше, чем успешность. Чем получилось, всегда так бывает. Вот где находить себе мотивацию всегда двигаться вперед? На сегодня это моя семья мотивация, самое главное. Мой маленький ребеночек, милаша, обожаю ее. И мне очень хотелось бы, чтобы у моей семьи был достаток. И для этого я иду и работаю. Мне очень не хотелось бы, чтобы моя семья жила так, как жил я раньше. Хочется комфорта дать семье. Но я ценю то, что мои родители дали мне, по мере своих возможностей. Я это очень ценю. Первая тарелка с супом, это родительский суп был. На сегодня я не работаю с родителями, я живу отдельно. Желаю вам, друзья, я желаю вам, чтобы вы, не дай бог, спотыкнулись, встали и шли вперед. В этом ничего нет плохого. Поднимайтесь, идите вперед. Это лучшая бандитская мудрость, которую я слышал. Вот и есть. Друзья, это был Дива Талпа у нас в гостях, спасибо большое. И прежде всего скажу, друзья, по поводу бандита это просто шутки ради шоу. Мы благодарим Мертвый Кролик, мы благодарим медиаресурс Никвести за то, что благодаря этим классным людям есть наш проект Светский Союз. Какой это выпуск уже Светского Союза? Допустим, седьмой. Давайте уже наконец-то скажем, подписывайтесь, пожалуйста, на нас, ставьте колокольчики, оставляйте комментарии, нам приятно. Тогда подписывайтесь и на меня в Инстаграм. Нет, на Димку в Инстаграм подписывайтесь, Дмитрий Талпа. Да, я жучу, Саш. Да нет, а че нет, если у нас есть возможность... Отписывайтесь, Дима, подписывайтесь. Сейчас Миша должен сказать, сейчас вот здесь появится Инстаграм. Посмотрите, давайте так... Здесь Дима, здесь Мишина, здесь Женя, здесь Кашина. Ой, какой Инстаграм тяжелый. Ту-ту-ту-ту. А у меня че-то сломался. Все, круто, все круто. Димка, спасибо большое. Спасибо вам, ребята. До новых встреч, надеемся, еще скоро увидимся. Я должен застать и выйти, да? Не-е-е. Достаточно 100 лет. Огонь. Спасибо, ребята.